Первые лесные пожары могут случиться уже через две недели. Такой прогноз делают первоуральские специалисты. Сегодня они проверяли готовность к подобным чрезвычайным ситуациям. Совместное учение провели сотрудники МЧС, городской службы спасения, лесничеств и авиалесоохраны. Подробнее Екатерина Котельникова. Обнаружен лесной пожар на территории Белимбаевского лесничества. На севере Первоуральска ЧП, правда, тревога учебная. Пожар в лесу сымитировали с помощью горящей покрышки. К тушению привлекают сотрудников с ранцевыми опрыскивателями. С возгоранием они справляются за считанные секунды. Это одно из самых эффективных средств, поскольку не везде может добраться техника, не везде может добраться, допустим, тот же самый трактор, но человек везде дойдет. Естественно, пожар будет быстрее у нас ликвидирован и меньше у нас распространения пойдет по кромке пожара. Сегодня в Первоуральске учения противопожарных служб, которые занимаются защитой лесов от огня. Так, например, на территории Белимбаевского лесничества. Этим будут заниматься сотрудники Уральской авиабазы. У них есть бульдозеры, тракторы и пожарные автомобили. У нас есть пустяковый пожарный автомобиль на базе автомобиля «Урал». Как говорят специалисты, подобные учения очень актуальны. В прошлом году в Первоуральске произошло 50 лесных пожаров. За несколько месяцев от огня пострадали 2500 гектаров лесов. За всю историю Белимбаевского лесничества таких пожаров не было. Я так думаю, за всю историю Сиросской области таких пожаров, наверное, не было. То есть это связано с засушливой погодой, ну и ветре, ветренность была сильная. Это всегда, как говорил, человеческий фактор. То есть это не только сам человек бросил спичку, поджег, но и оставление в лесу мусора, бутылок. То есть также, если спектр лучей попадает на стекло, то тоже может являться причиной лесного пожара. Готовность служб пожаротушения оценивают и представители администрации города. Городским округом Перайск была утверждена группировка сил и средств для утушения именно ландшафтных пожаров. Особый противопожарный режим начнет действовать в Свердловской области 30 апреля. Спасатели прогнозируют в этом году порядка 900 возгораний. Первоуральск входит в число городов, где предполагаемые очаги появятся раньше всего. Поэтому специалисты вновь призывают горожан быть ответственнее на природе и не оставлять мусор. Екатерина Котельникова, Денис Хромцов. Новости Первоуральск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова